Этот совет заключается в том, что тебе нужно попробовать поиграть на другом музыкальном инструменте. При этом здесь не подойдет вот этот психологический трюк, типа, о, займись там каким-либо другим увлечением. Нет, другим увлечением заниматься не надо, потому что здесь мы не пытаемся тебя, так скажем, отдалить от барабанов, и пытаемся тебя вовлечь в этот процесс еще сильнее. Выбрать какой-либо другой музыкальный инструмент, это значит то, что ты, во-первых, отвлекаешь мозг, но находишься все равно в этой музыкальной структуре. То есть, например, эта ситуация мне очень сильно помогла в 2007-2008 год. Я практически не занимался на барабанах, я играл на гитаре, потому что у меня в барабанах был застой. Я купил себе гитару, играл на гитаре и открыл такое замечательное чувство, что когда ты играешь на гитаре, ты там что-то сочиняешь. Отсюда еще ответвление. Я начал изучать гитар-про, например. С помощью гитар-про я изучил ноты. Потом я начал сочинять музыку, сочинять в гитар-про какие-то новые барабанные партии, и там как снежный ком понеслось. То есть я за счет того, что освоил новый инструмент, открыл для себя какое-то более глубокое понимание музыки в целом. Не просто барабанов, а именно музыки в целом. И когда ты уже более глубоко это слышишь, ты барабаны начинаешь воспринимать не как шумовой инструмент, а как вполне себе мелодичный. И у тебя мышление перезагружается, и, соответственно, ты по этой теме начинаешь двигаться еще интереснее, еще активнее. И когда ты возвращаешься уже к барабанам после такого освоения, проб себя в других музыкальных инструментах, даже если там с этими музыкальными инструментами ничего не выйдет, ты хотя бы попробуешь, и плюс-минус какие-то у тебя ассоциативные ряды пройдут, как гитара с барабанами работает, как барабаны с гитарой и так далее. Поэтому попробуй другой музыкальный инструмент и посмотри, что из этого выйдет.